шоу из этого мира и сегодня мы заканчиваем цикл как раз уроков про благодарность и этот урок будет Лейлу Нишама для поднятия его души и даже вот я думаю сейчас издать книжку по нашим урокам тоже будет это Борох Бен Авраам и все мы начинаем выходить по всем каналам 120 урок и цикл благодарности те кто проходили все уроки их можно сразу увидеть сразу можно их вычислить да кто проходил все уроки автор книги Рав Шаламаруш он говорит те кто пройдут мою книгу он говорит будут уже на этой земле прямо на этой земле скажите пожалуйста у кого сбылся рай кто уже в раю напишите кто уже в раю в этом мире вот Максим например да не знаю как у вас но у меня резко слава богу прям действительно резко улучшилось мое эмоциональное состояние благодаря тому что я понял важность благодарности и начал ее практиковать безостановочно и получается что благодарность это принятие всевышнего это 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 соединение с ним через любовь принятие это смирение и признание того что бог бог лучше знает что лучше и ты можешь просто Это или ты доверяешь ему, или ты не доверяешь. Если ты ему доверяешь сегодня, то значит ты доверяешь ему и завтра. И ты веришь, что все к лучшему. Это основа веры. Вот то, что мы узнали из этой книги. Сад благодарности, кстати, советую всем ее найти, заказать, купить, перечитывать. Вот видите, у меня все подчеркнуто, прям книга проработана. То есть мы ее не просто, значит, это не просто мы ее прочитали, да? Мы ее проработали, советую вам еще раз ее проучить. Вообще книжки лучше не читать, а изучать. И вот здесь вы можете прямо отметить, что как. Да, вот сегодня как раз он заканчивает тем, что обязательно нужно делиться этим знанием. Нужно его людям давать, потому что оно реально спасает жизнь. Спасает жизнь, спасает семьи, спасает, ну реально происходят чудеса с теми людьми, которые, да. 120 уроков есть записи, все 120 уроков есть. Если вы присоединились в середины, вы можете начать сначала. Мы сейчас, кстати, очень делаем вот эту онлайн школу «Жизнь по Туре». Мы делаем ее организованно, там все уроки будут у нас удобные циклы. Мы сейчас делаем специальную систему, чтобы удобно было их смотреть. То есть, ну они есть в любом случае. На сайте Вайкра есть все мои уроки за пять лет, все циклы уроков есть. Этот урок называется по книге «Сад благодарности». И по второй книге, мы ее, кстати, будем продолжать изучать, мы не закончили еще. «Хэппинес» – это счастье, формулы, истории и инсайты. Но это глубокая книга. Эта книга, она как бы дает систему такой таранический взгляд. То есть, это не просто благодарность. Про благодарность вот у меня есть очень много книг. «The Little Book of Gratitude». Есть такой доктор Роберт Эммонс, доктор психологических наук, глава Ассоциации психологов США. Он тоже утверждает, что благодарность – это самое главное для психологического здоровья. Но он не связывает это с верой. Здесь благодарность Всевышнему. То есть, здесь смысл этой книги не просто благодарность как такова, а через благодарность – связь с Творцом и с Хозяином Мироздания, с Богом. И когда ты через благодарность Богу и веру в Него, и веру, что все к лучшему, ты с Ним соединяешься, то у тебя происходит соединение с Ним через любовь. То есть, ты начинаешь Его любить. И чем больше ты любишь Бога, тем больше Бог любит тебя. В общем-то, все очень здесь понятно. Ну, давайте завершим, так как мы изучаем книгу, а не просто из головы что-то говорим. 120 урок. Значит, начинается с того, что он пишет так. «Все ради верного пути». Пишет Раби Нахман, то есть, это все учение Раби Нахмана из Бреслова. Раби Нахман пишет, что все проблемы и все, что сейчас изгнание, то, что до сих пор не пришел на шеях, и все, что в мире есть плохого, это от недостатка веры. Знаешь, что галут из знания приходит в основном из-за недостаточной веры. А какой веры недостаточно? Вера, что все к лучшему. Поскольку люди не верят, что все к лучшему. И дальше он пишет в другом месте, Раби Нахман из Бреслова, который в уме не похоронен, что когда человек знает, что все происходящее с ним ему во благо, этот уровень подобен миру грядущему. То есть, у человека в этом мире главные проблемы, которые у него есть в этом мире, это страдание реальное и еще больше страдание психологическое. То есть, если мы возьмем общее количество страдания в мире, то страдание физическое будет, например, 1%, и 99% это страдание психологическое. Почему я именно взял такую пропорцию? У человека в теле есть защита от боли. То есть, человек заболевает, у него есть боль. Если боль превышает какой-то порог, то человек перестает ее слушать. Эта боль как бы выключает его нервную систему. или же боль дает ему знак, что что-то не в порядке, и он пытается эту боль убрать, починить, каким-то образом выздороветь. Вот как бы, то есть, воздействие боли, оно такое очень фрагментарное. Оно призвано помочь человеку или вылечиться, или если он не может вылечиться, то боль его выключает. Нервную систему, все. Теперь, ну сколько же людей в мире страдают? 100% людей от чего-то страдают. От чего люди страдают? От психологической боли. Сожаление о прошлом – это страдание. Страх будущего – это страдание. Конфликты между, межличностные конфликты – это страдание. Одному мне плохо, вместе мне тоже плохо. На работе мне не хватает. Денег мне не хватает. Тут я завидую. Тут у кого-то еще лучше. Тут я поругался. Тут, значит, и, то есть, люди страдают. Но это все психологически, это все модели мышления. Теперь он говорит, что если человек начинает верить, что все к лучшему, то вот это глубинное, глубинное такое одно убеждение, да, что Бог, все, что он делает, все к лучшему. То есть, когда человек начинает так воспринимать реальность, вот он попадает сразу в рай, здесь, в этом мире, потому что у него есть полное принятие того, что есть. Буддизм, Будда был такой, Будда, человек, он додумался до этой же мысли. Он говорит, значит, люди страдают, как убрать страдания? Он говорит, убрать страдания – это убрать противоречия с реальностью. Как он предлагал убрать противоречия с реальностью? Он предлагал убрать свои желания. Он говорит, если у тебя нет никаких желаний, чтобы что-то было, то все, что есть, это то, что ты принимаешь. Иудаизм нам говорит по-другому. Он говорит, нет, у тебя есть твои желания, их не надо убирать. Твои желания – это твои желания. Но если твои желания не совпадают с реальностью, то прими реальность как волю Всевышнего и пойми, что эта реальность для твоего блага в будущем. Вот такой, как мыслительная формула, которую нам предлагает вера в Бога по системе Торы, по системе иудаизма. Теперь, значит, если человек знает, что все происходящее с ним ему во благо, этот уровень подобен миру грядущему, мир грядущий – это рай, мир наслаждения, когда нет никакого страдания. Дальше. Наш учитель, это Рабин Ахман, пишет, что человек, оценивающий происходящее с ним, как направленное ему во благо, испытывает подобие грядущего мира. И у него, разумеется, не всегда все в порядке. Но лишь благодаря своей вере он словно бы живет в мире грядущем. Даже когда что-то не соответствует его желаниям. И в этом разница между буддизмом и иудаизмом. То есть там, говорится, у тебя не должно быть желаний вообще, все твои желания – это иллюзия. Здесь, говорится, да, есть твои желания, но если они пока не сбываются, то это к лучшему. И человек такой наделен совершенной верой, что все происходящее, что все происходит ради его приближения к Всевышнему. А ощущение близости к Творцу – это не просто подобие мира грядущего, а даже больше, чем мир грядущий. То есть царь Давид, он молился Богу, и он говорил Богу так. Он говорит, одну вещь просил я, одну вещь просил я от Бога. Шевти бы веет ашем, сидеть в доме Бога, лёрахямим, все дни жизни моей. Лихазот бы ноам ашем, видеть во всем приятность Бога, ноам ашем, видеть во всем, что происходит приятность Бога, улевакэр бы ехало, и проведывать в его дворце. То есть путешествовать, проведывать, воспринимать жизнь, как такая компьютерная игра, прогулка во дворце Бога. Всё, что здесь происходит, это проявление Всевышнего, и через меня Всевышний действует в этом мире. Это была вера Давида, то, что он просил. И третье – это видеть во всем добро Всевышнего. Даже когда его окружали в роде, когда его хотели убить, когда там всё, что не происходило, он во всём этом видел проявление доброты Всевышнего. И он был как в домике, в таком домике в своё время, то есть он наблюдал за всем, что происходит, ему было интересно. Дальше он говорит такую вещь, что человек, наделённый совершенной верой, и он понимает, что всё происходит ради его приближения ко Всевышнему, и ощущение близости к Творцу – это для него самое главное. Раби Нахман не пишет, что всё должно идти, как ты хочешь. Он говорит, близость к Творцу не означает, что всё будет так, как ты хочешь. Ведь он говорит, такого вообще не бывает. А что бывает? Что даже если у тебя что-то не получается, как ты хочешь, ты всё равно доволен. То есть ты думаешь, вот я хочу, чтобы было так, а оно не так. Думаешь, класс вообще, вот это Всевышний, спасибо Всевышнему. Вот оно так охочет Всевышний, я присоединяюсь, и я верю, что всё к лучшему. И в этот момент, когда ты присоединяешься к воле Всевышнего, в этот момент ты попадаешь как в рай, то есть всё идёт, как ты хочешь. Теперь он говорит, как этого добиться? Как этого добиться? И вот здесь он даёт нам свой… Я не могу сказать, вот я это не проверял. Благодарность я уже проверил. То есть благодарность, да, работает. Когда ты благодаришь Всевышнего за всё и веришь, что всё к лучшему, то действительно в жизни происходят удивительные такие изменения, которые, ну просто вообще, то, что можно назвать чудом. То есть как ситуация вдруг меняется, когда ты начинаешь её принимать, вместо того, чтобы с ней бороться. Когда ты веришь, что всё к лучшему, как какие-то вещи, которые прям тебя заносят на повороте, ты думаешь, всё плохо, потом думаешь, нет, всё к лучшему, спасибо Всевышнему. Опа, оно выворачивает всё к лучшему. Ты думаешь, ну реальное чудо. Значит, но он здесь нам говорит такую вещь, что есть один индикатор, который помогает получить вот эту вот совершенную веру. Средство. Он говорит, что это за средство? Это час уединённой молитвы, когда человек задаётся вопросом, что я делал от вчерашней молитвы до сегодняшней, и тогда постепенно он получает этот дар и понимает, что всё происходящее ему во благо. Значит, он говорит такую вещь, что почему люди не могут выделить вот эту частную уединённую молитву? Ведь что здесь, казалось бы, сложного? Ты уходишь куда-то в уединённое место на природе. Он говорит, даже здесь интересно, что если это не природа, то же нормально. Он пишет, что человек уходит в лес, гуляет, смотрит на цветущую зелень, прекрасная погода, отдых, да ещё разговор с Творцом. Что в этом трудного? Если тебе трудно пойти в лес, уединись для молитвы дома или в другом удобном тебе месте, то есть можно, главное, чтобы это было уединённое место, и чтобы ты мог час в день разговаривать со Всевышним. Он говорит, но всё это тяжело, всё это тяжело, ведь дурное начало чрезвычайно усиливается и затрудняет всё дело. И вот тут он пишет интересную такую вещь, что человек не верит, что с помощью такой малости, как час уединённой молитвы, можно обрести спасение. Он согласился бы, если бы ради спасения от него потребовалось постоянно себя упрекать, пребывать в унынии, депрессии. Но если ему предлагают служить Всевышнему в радости, легко, а главное, каждый день выделять час на то, чтобы говорить Всевышнему спасибо и петь ему песни, в это поверить невозможно. И вот тут он говорит, что это и есть ключ ко всему, час уединённой молитвы, и это укрепляет связь с Богом, ты можешь в этот час благодарить Всевышнего, исповедоваться, говорить ему обо всём, что с тобой происходит. И он говорит, но тот, кто не уделяет этому времени, он может слышать про всё, знать про всё. Это знаете, как я читал в одной книге, как один человек, он хотел понять, как работает буддизм, и он к учёному, будологу обратился, и этот будолог ему долго объяснял про все там медитации, про всё. Он ему говорит, а вы сами пробовали? Он говорит, нет, я не буддист, я буддолог. Я буддолог, я изучаю буддизм. И вот мне кажется, что изучать про близость ко Всевышнему, но не практиковать, это похоже на изучение чистоты без похода в душ. То есть, ну я могу по себе сказать, что я, например, при всём у тебя книжку изучил, и всё хорошо, но вот уединённую молитву действительно меня что-то останавливает, чтобы уходить в лес и благодарить там Всевышнего и разговаривать со Всевышним. Хотя, казалось бы, я нахожу время на много лещей, которые вообще просто, ну пустота, вообще чистая пустота, и, но вот с Богом поговорить о себе, почему-то есть в этом какой-то, какой-то тормоз. Я постараюсь Блинедер без обеда, постараюсь всё-таки попробовать, начать там с 5 минут, может 10 минут, попробовать эту практику, сейчас вот теплее чуть-чуть станет, а может даже сейчас можно, 5 минут можно спокойно. И попробовать эту практику, действительно, благодарить Всевышнего. Хотя я в повседневной жизни я внедрился, что мы здесь изучали, но вот уединённую молитву пока не делал. Дальше он нам пишет про очень интересную вещь, про приход Машеха. Ну, мы знаем, что все ждут Машеха, евреи ждут Машеха, Мессию, да, в первый раз, христиане ждут его второй раз, что он придёт, мусульмане, по-моему, ждут в первый раз тоже, по их вере он придёт. Все ждут, что придёт некий царь по имени Машех, который будет, который будет, как сказать, не глашат, это эти слова, мне предвесть не глашат, это эти слова приходят, интересные, который будет индикатором, вот современное такое слово, Машех, это будет индикатор новой веры. И тут интересную вещь, он пишет, все ожидают пришествия истинного помазанника Машеха, все верят, что после его воцарения всё будет хорошо, и это правда. Но что именно будет хорошо? Что будет после пришествия Машеха, чего нет сейчас? Известно и написано во многих книгах, в течение сорока лет между пришествием Машеха и воскресением мёртвых, мир будет отличаться от нынешнего лишь тем, что все должны будут принять царствие Всевышнего. То есть, вот эта эпоха между приходом Машеха и воскрешением из мёртвых, воскрешение из мёртвых это изменение уже природы реальности, да, то есть, как мы знаем, что человек появляется из одной яйцеклетки, одного сперматозоида, и нас это не удивляет, что вот такой вот прямо сейчас сидят на уроке, у нас там 250 человек, и это всё, как мы все когда-то были сперматозоидами, которые потом превратились в одну клетку, с яйцеклеткой соединились, потом превратились в большую вертикально ходящую лужу, таблица Менделеева, разбавленная водой, вот тут вот в голове 100 миллиардов нейронов, которые соединены какими-то отростками, и нас это не удивляет, что мы сидим такие, прямо умничаем, Тору учим, но при этом мы физиологически вышли из одной клетки. Поэтому не должно нас удивлять, что будет воскрешение из мёртвых, из одной какой-то, даже молекулы, в которой осталось от человека, что из него сможет человек опять встать. То есть будет какой-то другой мир, то есть будет другая реальность, с которой люди, которые жили и верили в Бога, и получили духовную силу, то их духовная сила, их душа получит материальное воплощение в этом мире, но уже этот мир будет без, ну, он будет по другим законам, не нужно будет, возникает у кого-то вопрос, что они будут все кушать, те, кто восстанут из мёртвых. Во-первых, не все восстанут из мёртвых, то есть нужно было заработать духовную силу. И, а как эта сила зарабатывается, верой, что это будет, кто восстанет, мы увидим, да, то есть понятно, что те, кто, только те, кто верили в это и верили по какой-то правильной системе, это как, знаете, там, например, отправляешь кому-то биткоины, да, вот отправляешь кому-то биткоин, это номер, который там стоит биткоин 50 тысяч долларов, например. И он тебя спрашивает, ты кому хочешь отправить, ты должен взять его адрес, отправить, ну, вбить этот адрес. А тебя спрашивают, а ты по какой сети хочешь отправить? Ты думаешь, какая сеть вообще, как это, эти все циферки, как они куда-то улетают, я вообще не знаю ничего. А откуда этот номер появился, биткоин? Его на майнире. Как на майнире? Работал компьютер, какая-то видеокарта и родила этот номер из электричества. То есть из компьютера и электричества родился биткоин. Нас это не удивляет почему-то, да? И чтобы его отправить, то нужно ввести сеть. Если ты вбиваешь не ту сеть, то он не дойдет. Он где-то этот номер потеряется. От тебя уйдет, а к нему не дойдет. И что? Так вот, то же самое, когда душа в этом мире, в теле находясь, она производит какую-то духовную работу, выполняет заповеди. Потом эта душа с помощью этих заповедей, то есть человек с помощью заповедей, надеется, что он зайдет в то, что называется рай, где души ожидают, а потом душа получит тело, и уже в этом теле будет обратно как-то жить. Вот это то, на что надеются верующие люди всех религий. Сказать, что это неправда, ну слушайте, люди в биткоин не верили, а он есть. Так, почему если биткоин есть, почему нельзя поверить, что душа будет жить. И вот он здесь пишет, что между приходом Машеха и воскрешением мертвых будет 40 лет. И в эти 40 лет будет мир отличаться от нынешнего только тем, что все будут, что все уже в этот момент примут царствие Всевышнего. Как сказал пророк Ишаяу, что наполнится земля знанием, ибо полна будет земля знанием Господа Ишаяу. 11 глава, 9 отрывок. И тут вот он нам говорит такую вещь, в чем разница, если все будет идти своим чередом, почему сегодня люди говорят, что тогда будет хорошо, в чем разница, то есть все идет точно так же, но почему будет хорошо после того, как наполнится земля знанием о Боге. Отчего после пришествия Машеха все будут готовы заявить, что теперь им хорошо. Это благо заключается в том, что все будут говорить спасибо за все. Сейчас люди считают хорошими не все дела Всевышнего и не за все говорят спасибо. Но о временах Машеха говорится, ибо полна будет земля знанием Господа, все будут знать, что Всевышний благ и благодарит за все. И теперь понятно, почему раби Натан из брат слова, ученик главный раби Нахмана, он говорил о себе так, мой Машеах уже пришел. Он говорит, для меня Машеах уже пришел, мое избавление уже наступило. Почему? Потому что он верил, что все к лучшему, и он за все благодарил Всевышнего, и за хорошее, и за дурное, как ему казалось. И тогда все бедные тяготы исчезают, и он слушался истинных праведников, и удостоился света благодарения, потому что для него Машеах уже пришел. Дальше он пишет, что сейчас это время наступает, и когда мы начнем видеть чудеса и благодарить Всевышнего, то это время придет без каких-то потрясений, без боли, без зла, без войн, без всего. Потому что все зло в мире происходит от неблагодарности. Люди неблагодарные, они вместо того, чтобы радоваться тому, что у них есть, они все время недовольны, и поэтому они нападают на других, им кажется, что вот я сейчас другому сделаю зло, и мне станет лучше, лучше не становится, потому что тот, кому они делают зло, делает в ответ отдача идет, и идет сейчас такая цепная реакция зла, и мы с вами, так как мы узнали то, что узнали, мы можем эту цепную реакцию зла остановить вначале в своих жизнях, да, а как остановить? Это именно признанием, принятием благодарность Всевышнему за то, что есть. И когда ты начинаешь его благодарить за то, что есть, то в этот момент ты наполняешься любовью ко Всевышнему, он дал нам каждому очень много, просто у нас все время фокус внимания повернут на то, чего нет. И вот здесь опять нам очень сильно совпадает вот эта книга, значит, она как-то все время идет в синхронизации, хотя это абсолютно разные книги, они абсолютно разные направления. Эта книга Раби Зелек Плистин, «Happiness», она «Happiness», формула «Stories and Insights», она вообще не имеет отношения к брестловскому хасидизму, она именно просто такой вот, ну, это мейнстрим, вот это как раз такой мейнстрим, главное направление иудаизма, это такое чуть-чуть экстремальное, да, брестовский хасидизм. Сегодняшний его совет называется «Beyond your reach», «За пределами твоего достижения». Он говорит, что есть у всех happy person, у всех счастливых людей, есть, которые постоянно умеют experience, у них есть опыт проживания радости в своей жизни, они умеют радоваться тому, что у них есть. И даже, когда они стараются что-то получить, чего у них пока нет, да, он держит свой основной фокус на ощущении appreciation, он ценит и благодарит и радуется «for what he does have» на то, что у него уже есть. Представьте, как было бы хорошо, если бы люди большую часть фокуса своего внимания направляли бы на благодарность друг другу, на благодарность за то, что у них есть, на радость от того, что он имеет. Это было бы совершенно другой мир. Потому что те, которые держат свой основной фокус на том, чего у них нет, они создают у себя дистресс, и они создают у себя ощущение нехватки, нехватки, бедности и так далее. То есть, это для меня удивительный был опыт, когда я когда-то был советником у человека, у которого на тот момент было 300 миллионов долларов, и он был все время недовольный. И я его спрашиваю, почему говорю, вы недовольны все время, что вам не хватает? Он говорит, мне не хватает 2 миллиарда, вот мне не хватает 2 миллиарда, и у него все время было, он был на разрыв, он столько хотел всего, и он все время был сосредоточен на том, чего ему не хватало, и был все время недоволен. И всю свою жизнь я как старался закрыть вот этот вот момент счастья через достижение целей, думая, что достижение целей позволяет стать в жизни счастливым. Оказалось, что все не так, у меня сейчас 50 лет, я понял, только благодарное за то, что есть, позволяет человеку быть счастливым. И это реально меняет его жизнь. Теперь дальше он пишет такую вещь, что если ты, значит, есть какие-то вещи, которые ты хочешь, но они за пределами твоего достижения, у тебя есть выбор, какой у тебя есть выбор, ты можешь чувствовать или боль от того, что у тебя этого нет, или ты можешь чувствовать радость и благодарность и удовольствие, потому что у тебя есть много чего, что ты хотел раньше, и ты это получил. Все зависит от фокуса твоего внимания. И он говорит, что природа жизни на нашей планете это хотеть больше, чем у нас есть. То есть, Всевышний в нас специально заложил вот этот механизм неудовлетворенных потребностей для того, чтобы мы двигались. То есть, не было бы неудовлетворенных потребностей, жизни бы на земле не было. но это не значит, что мы должны верить и фокусироваться только на том, чего нам не хватает, потому что иначе это бесконечная несчастная жизнь. Значит, и получается, что первый выбор это быть несчастным, когда ты сосредоточен на том, чего у тебя нет. Второй выбор это быть, значит, выбрать счастливую жизнь и быть благодарным за то, что ты уже достиг. При этом ты можешь двигаться дальше, ты можешь двигаться вперед и стараться получать то, что ты хочешь, но при этом фокус внимания и основное направление, как бы фундамент твоей жизни в благодарности. Включай благодарность за то, что у тебя есть какие-то цели и планы. Значит, ты можешь deserve a race, ты можешь стремиться к росту, но если твой босс например отказывается дать тебе повышение, которое ты хочешь, значит, ты его не получил, это beyond your reach, это за пределами твоего достижения, значит, радуйся тем деньгам, которые ты уже получаешь и пока ты делаешь планы о том, как заработать больше, то есть, у тебя есть два как бы выхода, есть твоя потребность, ты хочешь больше, отлично, есть то, что есть, прекрасно, теперь, чем ты дальше будешь заниматься и ты не можешь одновременно заниматься и тем и тем, или ты благодаришь за то, что есть, признавая свои планы двигаться дальше, или же ты сосредоточен на том, чего у тебя нет и ты злишься на то, что у тебя нет того, что ты хочешь, чтобы было, вот твоя жизнь, или твоя жизнь в негативе и в недостатке, или твоя жизнь в радости, ты можешь быть happy all the time, всю свою жизнь, но жизнь, она никогда не будет давать тебе все, что ты хочешь, и у тебя есть, значит, у тебя есть, ты оттачиваешь мастерство для того, чтобы быть счастливым, независимо от того, что с тобой происходит, и быть счастливым все время, при этом, быть счастливым все время, это тоже за пределами твоего достижения, радуйся каждому моменту, который ты счастлив, такая вот интересная завершение у нас цикла уроков про благодарность, и чтобы была Лейлуни Шама Буров, Бен Авраам, мой папа, который был, прожил с одной стороны счастливую жизнь, с другой стороны тяжелую, потому что он был педант, перфекционист, который все время хотел, чтобы все было по его плану, и это создавало ему в жизни очень много сложностей, потому что в жизни ни у одного человека не бывает, чтобы было по его плану, когда он ушел из этого мира, он естественно там расслабился, там уже человек видит, он попадает в мир истины, и понимает, что если даже идет не по твоему плану, вот тоже ничего страшного, твой план это не более чем мысли в твоей голове, и то состояние, которое создается эмоционально у тебя в теле, в жизни, в нервной системе, это просто способ твоего мышления, твой фокус внимания, на чем ты фокусируешься, поэтому спасибо Всевышнему, что помог нам закончить книгу Сад Благодарности, спасибо Равшу Марушу, который эту книгу написал, спасибо создателям соцсетей, которые помогли нам изучить вместе эту книгу, спасибо вам за то, что вы приходили на уроки, и благодаря этому я готовился и изучал эту книгу, спасибо Всевышнему за прекрасный день, который есть, и с Божьей помощью, чтобы в заслугу благодарности и любви ко Всевышнему, Всевышний нам продолжал давать то огромное количество подарков, которые мы получаем каждую секунду, и чтобы те планы, которые мы себе понастроили, что нам чего-то не хватает, чтобы Всевышний по своей милости, доброте и милости, доброте и любви он нам помог реализовать, и чтобы наступил мир в душе, который сразу наступает, как только ты это все понимаешь, чтобы наступил мир в отношениях, который сразу наступает, если ты начинаешь принимать своих близких такие, какие они есть, благодарить их, любить, и в этот момент наступает волшебство в отношениях, и наступит тогда, я думаю, мир во всем мире, потому что те злые, несчастные люди, которым все не хватает, и они из-за этого нападают на других людей, они наконец-то остановятся и скажут, ну чего нападать-то, мы живем в мире изобилия, в мире ресурсов, которых хватит всем, мы живем в самое счастливое время за всю историю человечества, и хватает всем ресурсов, то есть те люди, которые кричат, нам не хватает, они рушат мир, реально рушат мир, потому что так хорошо, как мы сейчас живем, мы никогда не жили, человечество никогда не было так наполнено ресурсами для счастья, как сейчас, и никогда не было таким несчастным, как сейчас, это удивительно, насколько живя в мире изобилия, люди не умеют это увидеть, и поблагодарить Всевышнего за это, Так что мы должны быть примером для всех окружающих. Благодарность, счастье, любовь. И я думаю, что чудеса будут происходить прямо на наших глазах. Все, всем прекрасного дня. С Божьей помощью завтра встречаемся в 10 утра. Начинаем изучать книгу про радость. Сейчас месяц и дар. Дальше мы научились быть благодарными, счастливыми. И мы сейчас будем изучать книгу, как быть радостными. Это вообще будет такой коктейль, что просто удивительно. И будем продолжать эту книгу. Мы не закончили хэппинес изучать и радость. То есть у нас благодарность мы закончили. Осталось только стать радостными, счастливыми. А богатство это очень понятие растяжимое. Потому что Тора нам говорит, что богат тот, кто доволен своему уделу. То есть тот, кому хватает, тот и богат. Тот, кому не хватает, тот бедный. Поэтому мы как раз через счастье мы достигаем богатства тоже. Все, всем удачи, успехов. До завтра. Лилу Нишама, Борух, Бен Авраам. И для того, чтобы Всевышний услышал молитвы, всех, кто посещает уроки, помогает платформе Вайкра. Всем хорошим и добрым людям. Субтитры делал DimaTorzok